Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришёл следующий вопрос. Причём с пометкой отцу Владиславу. Если на иконе изображено несколько святых, а я буду прикладываться только кому-то одному, не обидятся ли остальные? Ну, в принципе, да, но такой вопрос только я могу правильно ответить. Ситуация, конечно, патовая. Я себе представляю, где-то там святые сверху смотрят на храм в городе Н и подходит раб Божий Николай к иконе, где много святых, всех святых икона, ну или ладно, там десяток. Прикладывается к кому-то одному, говорит, святой, допустим, Георгий Победоносец. Моли Бога о мне. Так, и тот только собрался руки свои возвести, чтобы Господу помолиться. А тут другие так, эй, стой, стой, не проси ничего. Он нас не упомянул. Мы же там тоже изображены. Ты это, всё. Нехороший он человек, с гнильцой. Не достоин он твоих молитв. Вот как всех нас поменёт, у всех попросит, тогда все вместе и помолимся. Коллективно, коллегиально. Царство Божие – это же общежитие. Это в аду одиночные камеры. Конечно, ситуация интересная. Но на самом деле святые потому и святые, что они святостью Христовой святы, а не своей собственной какой-то значительностью. А у Христа нет зависти и нет предвзятости. Поэтому, если вы приложились к иконе, где изображено много святых, а попросили что-то там только у одного или поблагодарили только одного, ничего страшного. Не надо писать иконы, где изображён только один святой – Пётр, Павел, Пётр, Феврония. Ни в коем случае не вместе. А то Петра попросили помолиться, Феврония забыли. Говорят, так всё, Пётр, не помогай, пусть разводится. Нет, так, конечно, быть не может. И писать иконы отдельно тоже не вариант. Так что расслабьтесь, успокойтесь. Всех святых невозможно любить одинаково, их достаточно много. И только тогда мы, как проникаемся какими-то уважениями, теплотой к тому или иному святому, когда читаем его житие, когда, может быть, даже посмотрели фильм, снятый про него, когда получили какой-то ответ на нашу молитву. Ну, невозможно же действительно со всеми так тепло общаться. У нас бывает даже в больших семьях много родственников с кем-то, тёплые отношения с кем-то. Ну, есть и ладно, а лучше бы, чтобы и не был. Так что всякое бывает. Так что не переживайте. Даже за вас помолятся даже те святые, кого вы и не просили, а вас как Господу Богу молиться. Но, видя ваше такое сердечное переживание, они ещё более заботливее будут к вам относиться к такому вот сердечному, душевному человеку. Храни вас Бог, все святки, молите Бога о нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.